Всем привет! Это POP-MUSIC, и мы хотим вам показать Yamaha P-115. Это компактное цифровое пианино с полнозвешенной клавиатурой и настоящим качественным звучанием рояля, ну и также других звуков. Звук рояля здесь сэмплирован с знаменитого рояля Yamaha CF-3S. Основные фишки этого инструмента это великолепное звучание и удобство работы с ним. Вы видите планшет и, в общем-то, через него мы можем выбирать звуки. Это одна из функций. К примеру, мы выбрали электропиано, пианино, орган и так далее. Помимо этого, вы можете увидеть весь список в таком виде, что очень удобно в живой работе, то есть вы можете быстро очень передвигаться между инструментами. Также, помимо этого, у нас есть интересные функции, как разделение клавиатуры, что тоже очень упрощает работу, когда вы можете переходить от бас-гитары к подкладу в левой руке. Также в правой руке солирующие инструменты. Пианино, электропианино, по вашему выбору. Также есть режим дуэлл, где звучат два инструмента в раз. Вот так же все очень легко выбирается. Скрипки и там, допустим, пианино. Меняем верхний ряд на орган. Также вариаций много. Есть режим дуэл. Это когда могут за инструментом заниматься два человека и при этом сохраняется октава. Очень удобно для преподавания. Ревер. Так, сейчас выйдем из режима. Вы можете выбрать разные реверы. Допустим, чембер. И так далее. Также есть режим записи и обучения. Рассмотрим обучение. Здесь большой список разных композиций. Вы выбираете любую. Ну, возьмем, к примеру, эту. Вы видите две руки. Это две партии. Партия левой руки и партия правой руки. Темп 100 процентов. Это означает, что оригинальный темп сейчас выставлен. Если вам нужно более подробно разобрать композицию, вы можете сделать ее медленнее, ну, либо быстрее, как вам удобнее. Прослушаем. Делаем медленнее. Оставляем только правую руку. Вот так легко вы можете научиться играть. Также вы можете записывать свои произведения. Нажимаете запись. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрим раздел метрономы и ритмы. Заходим. Вот метроном. У него есть несколько режимов. Просто без выделения доли. Вторые. Триоли. Четверти. Размер пять восьмых и шесть восьмых. Очень полезно для занятий. Ну, а если вам вдруг стало скучно играть просто под метроном, вы можете выбрать ритм и поиграть под различные ритмические рисунки. Раздел Pianis Style. Интересная функция, которая позволяет вам создать аккомпанемент левой руки для того, чтобы правая могла что-то сыграть. Посмотрим раздел Boogie. Также есть просто классический арпеджио. И так далее. Также раздел настройки очень удобный. Вы быстро можете выбрать удобный для себя уровень чувствительности клавиатуры. Также там демпферный резонанс. И вот такая шкала настройки по герцам. Бывают такие инструменты, которые не строят в частоте 440, в которой играют все инструменты. Вы можете спокойно взять и изменить ее. Что делает инструмент очень гибким. Конечно же, использование iPad с этим инструментом упрощает работу с ним. Но даже если у вас нет iPad, вам все равно понравится этот инструмент, потому что он довольно-таки прост в обращении и очень качественно звучит. Давайте послушаем его звук. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok